а здрасте а всем друзья привет уленьки у нас продолжается от родная долина 19 ферма все дела все как вы любите и знаете что как-то упала очень сильно активность под прошлыми роликами и знаете из-за этого пропадает желание записывать это все дело так что давайте друзья наберем ту его кучу лайков просто по-дружески что называется и комментарии кстати тоже пишите не забывайте про это знаете ли это классная штука да ладно чего у нас тут происходит смотрите на наши лесопилки прошло примерно полдня то есть я где-то вечером закончил прошлую серию да я время не мотал а занимался контрактами в это время лесопилка здесь работала и что-то нам даже заработала почти в общем то все забилось надо будет это все дело по разгружать и перекинуть на склад продавать я уже со склада ничего честно говоря особо не хочу я решил что денежки можно фармить на контрактах и за одну ночь я нафармил миллион сто семьдесят семь тысяч не помню сколько там было точно под конец серии но это еще не все давайте залезем в наши финанс которые поют романс смотрите вот в прошлый день пятница и ночь я не помню сколько там было продано урожая но в общем-то пару контрактов на уборку полей было выполнено на которых продавалось излишки урожая и это вышло на 445 тысяч а также доходы по контрактам 153 тысячи ну и плюс еще пару контрактов на культивацию там по мелочи выполнялось ночью до 11 утра 143 тысячи денег получилось и 810 тысяч доходы от продажи урожая это друзья знаете что это был контракт на 80 поле здесь была горчица всего было убрано с поля без понятия сколько но если верить моду дополнительной информации о поле когда там я заходил на поле он обещал мне три с половиной миллиона литров урожая лишнего урожая осталось около миллиона 2 200 тысяч литров этой самой горчицы и она вся разумеется была продана потому что хранить ее по факту то и негде и ушла на за 810 тысяч плюс если мы вернемся в финансы есть расходы на семена и тут очень большая цифра 74 тысячи потому что друзья пришел контрактик на посев вот этого поле 64 она до конца даже не досеяно потому что контракт я еще не принял потому что вы сейчас охренеется с того сколько денег нам за это заплатить за уборку 80 поля мы получаем еще 237 тысяч и 509 за посев вот эти 22 контракта они параллельно работали ушло около 15 часов так что сами думаете брать их или не брать в общем-то принимаем это все дело и мы теперь супер богат у нас почти 2 миллиона денег нет кредита и классно все также кстати друзья со мной тут поделились картой автодрайва она там где то есть в общем доступе на каких-то форумах я честно говоря не знаю где и ссылку на нее не дам потому что у меня ее нету теперь можно в общем-то выполнять контракты и вообще ни о чем не париться единственная она на английском языке если кого-то смущает то уж извините ну ладно я не об этом хотел сказать нам надо друзья развиваться дальше и деньги мы будем зарабатывать на контрактах ночь вот на самом деле вот напишите в комментариях чего вот вы хотите сильный упор в производство или же нам все-таки обзавестись фермой потому что ферма это классная штука мне все-таки хочется заниматься полями для того чтобы обзавестись фермой надо обзавестись техникой там не знаю сколько уйдет на это денег стартовый набор можно я думаю тысяч за каких-нибудь 800 нарулить полностью будет и плюс участок с каким-нибудь полем но я думаю что лучше всего брать участок который идет дефолтный если начинать карьеру на самой первой вот эти джонсонс фарм там дает 44 45 поле плюс есть элеватор плюс там гаражи и все красиво обустроено короче все круто но этот участок стоит пять с половиной миллионов и на собирать столько денег быстро у нас тоже вряд ли получится но талант я друзья хотел поговорить о производствах в общем то в любом случае производстве мы будем упарываться но хочу знать ваше мнение насчет сильного упора в производство или же немножко все-таки заняться фермой потому что игра знаете ли фе фарминг симулятор все-таки короче отзывов жду но для того чтобы нам дальше производствами играться нам друзья нужен новый участок потому что на нашем участке уже некуда ставить эти самые производства и я в общем то думаю то ли брать специально выделенную такую проб зону вот здесь есть за 600 тысяч и здесь довольно много места можно будет это все дело обустроить либо же брать что-либо поближе к к нашему скажем так к нашей базе например 9 10 поле что в сумме будет 500 тысяч стоит чуть больше 525 вот все я думаю и думаю и все-таки наверное возьмем вот эти вот два участка и поставим здесь наши новые производства здорово правда погнали посмотрим что там за участок на самом-то деле вообще прежде чем покупать конечно надо было его посмотреть здесь холмы холмах производства ставить идея крайне плохая мы его продаем так не пойдет благо продаем за те же деньги за которые купили извините ребятки не пойдет нужна ровная поверхность можно конечно все выровнять и реформингом но я криво руки поэтому меня не получится вообще в центре карты здесь все довольно таки ровно поэтому можно начать обрастать все-таки взять вот эту вот площадку она здесь видите заточена прямо чтобы вот строить на ней какие-то производства взять ее если будет мало выпиливать вот отсюда вот деревья можно будет дальше расти в сторону от 51 52 поле тоже все ровная поверхность напротив что-то делать потом и ферму в свое время прикупить да давайте так и сделать давайте все таки вот этот участок купим тех же денег стоит единственный косяк что далеко находится от нашей базы от нашей лесной промышленности ну да ладно с леса там не сильно много то и понадобится возить сюда покупаем за 600 2000 и и давайте построим новое производство и может быть даже не одно а дальше мы друзья упарываемся в фабрику стройматериалов и первое что нужно сделать это поставить камни дробилку она маленькая она дешевая ну как маленькая относительно маленькая скажем так не сильно большая как бы ее здесь вот так чтобы по красоте запихнуть а вот так вот мне кажется будет прям по красоте сды готова и что у нас здесь есть во первых есть линия производства камня закидываем туда дизель черт надо будет понятно надо производством дизеля тоже заниматься не только в целях заправки хотя его здесь можно закупать сколько это стоит 100 кубов 170 тысяч не так дорого давайте купим и давайте вот мы немного купим например 10 кубов чтоб не сильно дорого было а потом будем свой сюда возить так будет интереснее покупаем соответственно 50 тысяч литров в час нихрена себе довольно быстрая переработка в общем то эта штука сейчас будет генерировать нам камни вопрос где они будут появляться по моему появляться они будут где-то здесь и потом мы их будем закидывать куда-то туда как это работает а надо включить а мы нажимаем на кнопочку и включаем этот конвейер который забирает камни которые мы закинули закидывает их переработку понятно окей допустим сюда вот мы будем загружать дизель тоже понятно хотя откроем эту штуку посмотрим чего у нас здесь есть большое меню камни камень известь гипс карбонат кальция известняк в общем то закидываем и производим известь которую можно использовать для посыпки полей давайте отключим это производство она нам пока не надо гипс карбонат кальция и известняк как это все замечательно то что нам надо дальше вообще нам вообще по факту конечно все понадобится да в любом случае я сейчас просто смотрю меня выписана схема я иду друзья к постройке мостов если что но для этого придется делать полную цепочку всех заводов которые строительные идут и лесные можно кстати начать стройку клеевого завода которая здесь рядом поставить потому что без клея дсп не получится а для клея нам понадобится уголь смола и карбонат кальция да следующее что мы будем ставить тогда это будет клеевой завод можно и в принципе прямо сейчас пихнуть причем даже сюда и выключим все кроме и карбоната кальция пускай именно он у нас производится когда мы сюда запихнем камни фабриках стройматериалов у нас следует он как раз кстати следующий и идет по списку клеевой завод 3 черта ты падла здоровый да можно с другой стороны поставить например как-то вот так вот вот здесь и он тогда не будет много места за ним здесь друзья будет стройплощадка это все дело придется строить не помню что для этого надо точнее я помню что нужно для стройки мало планки и доски это у нас все делается можно кстати замутить стройку я просто не помню сколько надо всего этого дела давайте реально вот сюда вот его пихнем черт я не ту кнопку нажал дубль 2 давайте вот как-то вот так вот без дынь все готово и пойдем посмотрим а тут-то у нас работает вообще эта штука камни то дробит и не дробит пока вырабатывают все правильно так погнали смотреть что у нас тут да как 3m завод 3 мовский понятно еще два триггера есть это что производство эпоксидной смолы понятно они еще нам недоступны и так смолам планки и доски триггер мне покажите пожалуйста сколько чего надо строительство клеевого завода смолы надо 40 кубов как они себе это представляют если она выгружается по 25 планки 40 и доски 40 но планок например досок в планок я привезу сюда по 40 кубов это не проблема да кстати надо закинуть досок в переработку в планке как 40 кубов смолы сюда при тарабанить а ли она останется потом ее на склад хрен его знает ладно разберемся где это точно строить не буду у нас планок нету я люблю чтоб она за раз знаете ли все замутить стройку и все или сколько у нас там план не планку на 12 кубов там всего производство планок до 12 до 12 кубов надо будет сюда он доски можно купить пин поймешь что можно купить что нельзя купить ладно в любом случае нам надо запустить производство планок чтобы хотя бы 40 кубов у нас выработалась вроде как она довольно медленно там все это делается мы со склада достанем их а вот у нас контейнеры стоят сколько у нас еще а у нас тут почти ничего не осталось один контейнер только значит планки будем перевозить а давайте знаете что чая тут на склад все перевезу по-быстренькому с помощью нашей платформы супер грузовичка и трактора освободим всю лесопилку или даже нет друзья у нас тут получается что с одной линии как раз забивается по 16 поддонов этих самых досок мы получается две линии я на склад отвезу одну линию целиком просто на производство планок пускай вырабатываются ну а смолу разумеется на склад щепу разумеется на склад мне кажется это будет довольно таки правильной идеей менеджмент мать его да со склада такие удобнее возить это все большими контейнерами этими чем выгружать эти доски со склада так что склад это мы хорошую штуку поставили рада все равно приходится на склад это все дело перегружать ну да ладно ничего страшного я думаю как-нибудь справимся вот так вот друзья вроде как мы все перевезли прекрасно всыпаем щепу там еще немножко осталось на пол прицепа не хочу с этим париться досок на планке мы тоже сейчас загрузили так что они сейчас тут будут производиться я надеюсь тут много места на эти самые планки 48 кубов все власть но придется значит освобождать потом не вопрос буду за этим потихоньку следить эти поддоны будут таскать значится что у нас здесь бревна у нас еще есть на сутки этого точно хватит потом как-нибудь мы проведем еще стремец где попилим лес и забьем лесопилку бревнами с этим все понятно погнали переместимся тогда еще раз на наш клеевой завод и производство камней посмотрим как дела у нас тут тут у нас дизель немножко произвелось а где камня камни наверное надо спаунить самому до производства камни максимально нет хочешь а сколько один камень по объему ладно моргнем глазиком и пускай часик это все дело поработает меньше часика получилось о камней тут 58 кубов стала давай расскажи и дизель покупать не надо два поддона два камня может быть и камни падлы по размеру я смотрю большие да то есть по объему бздынь и закидываем еще второй вот такой день и включаем вот эту вот шайтан машину да нет да включаем эту штуку сейчас она здесь ее о прикольно камни пошли переработку сейчас они там добавятся и будут перерабатывать классно слушать и прикольненько да мне это определенно нравится один камень 25 кубов то есть нормально переработка я смотрю довольно быстро и потому что прямо на глазах им тысяч литров в час ладно пойдет в общем-то карбонат кальция мы тогда тоже производим 500 кубов пускай он будет потому что он нам нужен в первую очередь будет наверное я еще блин у меня просто такая довольно сложная схема сейчас здесь нарисованы и я ее рисовал около месяца назад и уже сам запутался полилитейный завод потом надо будет ставить чтобы его поставить его нужно построить а для стройки нужны доски дсп гипсокартон цемент же бы блоки брусчатка же бы блоки где мы берем на цементном заводе надо поставить сначала цементный завод черт ладно я посмотрю в каком разберусь надо заново вот это все по выписывать будет он порядке это все будет делаться с этим понятно так 807 тысяч у нас осталось пока что ничего еще никакие заводы строить смысла нету еще не приступили к строительству клеевого завода нас сначала его построить запустить а значит в дальнейшем я буду упариваться в контрактике и наверное ферму что то вот я не знаю насчет фермы мне так хочется только ребятушки черканите в комментариях вот правда вопрос жизни и смерти очень важно знать а еще я хотел посмотреть из чего у нас делается топливо все варианты то сорго сахарный тростник кукуруза и силос я к чему говорю это все потому что я с контрактики буду заниматься контрактиками если вдруг здесь попадется уборка кукурузы она же наверно попадется нет что вообще здесь есть интересно ничего интересного то нету удобрений награда снизится на 37000 не смешно надо еще кстати производство удобрений поставить потому что там вроде как ил и вода требуется и все и быстро она там производится и за дорого продается а ила вода у нас практически на халяву будет я кимпат и может быть еще протравителя что для семян требуется производитель семян производит семена из зерна необходимые удобрения хочу удобрение какое-нибудь зерно понятно неинтересно она лучше покупать можно поставить из пополнялки для семян удобрений до выполнять контракты за 807 тысяч можно купить технику даже для этого дела например для посева взять какой-нибудь средний трактор не знаю на 200 лошадок он вальтер у той серии за 175 тысяч и мою любимую голубенькую вот эту вот силку за 107 но и нормально будет и сеять выполнять на посев контракты 5 800 семян здесь спокойно воспринимаешь что тут у нас на складе 150 кубов у нас лежит смолы уже 82 500 и плюс вот этот контейнер да он не выгруженного можно отсюда будет забрать лежит у нас досок все в порядке да чипы кстати тоже много наклеиваю завод пойдет всем если щипы будет мало придется ставить щипы дробилку потом отдельно а щипа у нас тоже из досок делается блин все из досок и может быть не знаю потом будем смотреть может быть понадобится еще одна лесопивка как знать но если уже будем ставить то будем ставить прям самую самую крутую чтобы она там много-много вот этих линии было у канатом на 6 по моему да будет нам быстро делать бревна или же эту снесем и вместо нее поставим она кстати место занимает 550 тысяч она стоит и кстати она не так много места занимает просто у нее дополнительные триггера появляются из-за этого она кстати место начинает много ладно посмотрим разберемся заводами я думаю все понятно задача от вас в качестве лайкусиков комментариев я думаю тоже понятно не сильно такая длинная серия получается работа у меня все равно впереди чем много а кстати знаете что еще хотел сделать я хотел здесь дорожки сделать я правда не очень умею знаете вот это вот все планировка ландшафта а еще мы появились почему-то не в том месте ну да где стройку заканчивал там появились вот я вот это вот все делать особо красиво не умею есть вот у меня друзья товарищи которые вот умеют это все делать а я не умею я с этим особо никогда толком не парился надо какую-то красоту здесь сделать во первых вот здесь вот трава не растет около лесопилки надо здесь засеять траву и кстати да надо же выровнять хочу кстати трава не растет сглазит немножко там да кстати странно что трава до сих пор здесь не выросла ну да ладно да еще попробую угадай какой здесь чтоб по красоте это сделать какой здесь фундамент еще не фундамент а какое покрытие травы здесь миллион видов черт друзья знаете что я на разной высоте построил склад и производство досок она стала висеть в воздухе чёрт я вот поэтому вот я и не люблю вот это все производство планок она на разной высоте у нас получилось нужен значит здесь более плавный спуск это вообще это производство наверное будет перенести куда-нибудь блин не знаю самом деле кажется уже начал строить все переделывать прямо это плохая идея вот не умею я но здесь он получается горка они на разном уровне на принципе не так сильно заметно да да заметно ладно уже все уже ничего не поделать что ли это все дело переносить запускать заново новый сейс создавать этого не очень хочу делать то ли то ли то ли не знаю ладно друзья в общем то такая серия получилась лайк подпиской колокольчик комментарии обязательно от вас всех требуется черт я не закончил только делать ха не закончил мать-то его окрашивание здесь же тоже все надо по красоте вот так вот сделать заезды выезды в общем то нормально пойдет хотя красотой на разесе не пахнет ладно в общем то склад стоит производство будут мутиться не знаю друзья когда выйдет следующей серии вот отгрузите дохренища лайков вот серьезно запишу серию как можно быстрее вот честное слово прямо обещаю возможно вас постримим что нибудь возможно уже прошли какие-то стримы где мы занимались в общем-то мне еще за контракты и фармить бабло и пускают эти вот производства себя производят что-нибудь тут происходит если чё силоса он докупим привезем сюда тюков закидаем дизеля у нас будет хватать или в крайнем случае закупим другого этом друзья у меня все огромное спасибо всем спонсорам которые поддерживают мой канал вам друзья огромная петюня если кто-то хочет то там кнопочка спонсировать снизу там куча плюшек из серии заранее выходит и эксклюзивный контент всякие иногда проскакивает и стоит все это меньше долларов в месяц вот ладно что я заговорился в общем то всем огромное спасибо за просмотр и всем покаки